Рассказ у меня такой непростой. Непростой он по той причине, что я последний, кто отделяет вас от пиццы с сидром. А кроме того, он не столько про космодромы, которые будут бороздить просторы Вселенной или уже бороздят, а это доклад истории о том, как мы страдали и строили сервис. Ну, собственно, с этой самой истории и начнем. Я пришел в Яндекс в 2012 году и увидел примерно следующую картину мира. Яндекс из себя представлял такую феодальную Русь, где много независимых друг от друга сервисов. У каждого сервиса свое железо, свои команды разработки, эксплуатации, тестирования и всего на свете. Ну и, понятное дело, свои двухколесные приспособления для диплоя, для хранения данных, да вообще для всего на свете просто. Для тестирования и так далее и тому подобное. К году к 2015-му, 2016-му в Яндексе собрали хранение всех данных в общей на всю компанию объектный сторидж, упоминаемый здесь сегодня уже МДС. Ну, там всякие, не знаю, письма, почты, все файлы диска, какие-нибудь там аватарки всех сервисов и так далее, все лежат в одном объектном сторидже. И, значит, собрали все вычислительные процессы в одном общем на всю компанию MapReduce, у IT. Несколько было мероприятий Яндекс изнутри, где про него рассказывали. Для стейтлесс-приложений, конечно же, тоже много всего случилось, но тут случилось не одно облако, а целых три. Оставим за скобками, почему три. К сегодняшнему дню их количество сокращается. Но самое важное это то, что для хранения того, что обычно кладут в базы данных, для хранения метаданных, вот тогда все еще ничего не было. И в том же 2016 году наша команда перевезла метаданные Яндекс.Почты из Oracle в Passgress. Мы про это много где рассказывали. Вот, в частности, можно на Хабре почитать, там есть ссылка на рассказ на Хайлоде и еще кое-где мы про это рассказывали. Вот, и к нам стали приходить разные разработчики из разных сервисов Яндекса и просить поднять еще один Passgress для их нового сервиса или для существующего. Ну, мы подумали и решили, что тот подход, который мы использовали для почтовых баз, он вот на значительно большее количество сервисов не масштабируется. В том плане, что в почтовых базах мы хорошо знали схему, хорошо знали запросы, которые делаются, там много ребят консультировали и так далее. Вот если в таком подходе, когда ты внимательно следишь за происходящим в базе, масштабироваться там на сотни и тысячи баз уже не очень-то получится. Мы решили делать Passgress за сервис. При этом мы сознательно ограничили себя исключительно Passgress по двум причинам. Ну, во-первых, в этой базе у нас было много экспертизы. Во-вторых, унификация технологий в компании – это, в общем, в случае хорошо. Чем меньше велосипедов, делающих одно и то же, тем меньше вещей вы повторяете несколько раз в каждом из этих велосипедов. Ну, и когда мы решили, значит, такой сервис сделать, мы для себя сформулировали следующие задачи, которые мы хотим, чтобы такой сервис решал. Значит, первое – это масштабирование. Здесь речь идет в основном про вертикальное масштабирование, когда мы для существующей базы можем там докинуть ей вычислительных ресурсов или докинуть место на диске. Ну, или уменьшить, соответственно. Конечно же, мы хотим, чтобы среднестатистический разработчик Яндекса ничего не хочет знать про какие-то минорные или мажорные версии базы. Он хочет, чтобы она работала, и все было хорошо. Обновлениями должен заниматься сервис. Аналогичная ситуация и с бэкапами. Никто не хочет ими заниматься до тех пор, пока они нужны. Собственно, мы хотим, чтобы сервис сам делал бэкапы и была кнопка «Восстанови мне базу» на такой-то момент времени. Тема отказа устойчивости в Яндексе важная. Коллеги, по-моему, сегодня не упоминали о том, что раз в некоторое время мы проводим учения, выключая один из наших дата-центров и наблюдая, что с сервисами все хорошо. Сервис, безусловно, должен падение дата-центров переживать. Это максимальная точка отказа, которую мы рассматриваем. Он должен предоставлять какие-то метрики мониторинга, чтобы понимать вообще, что у тебя с базой происходит. Ну и, конечно же, должна быть возможность какие-то вещи в базе настроить, добавить пользователя, создать еще базу, покрутить экстеншены и так далее и тому подобное. Вот мы, значит, сообразили, что мы хотим, спроектировали, начали делать. Но поток людей, которые приходят и говорят, ну там, вот вы пока пишете, ну вот нам вот маленькую вообще там 10 гигабайт, ну может 100 гигабайт вообще вот максимум, маленькую базу нам поднимите как-нибудь, мы на это все равно потратим времени больше, чем вы. Но мы подумали, подумали и решили людям навстречу пойти и замутили такую штуку, как коммуналки. Очень простая штука, один кластер пасгресса, ну в смысле их там, конечно, больше одного, но в один кластер пасгресса мы ставили несколько баз. Каждой базе давали права одному пользователю и, соответственно, их каким-то образом делили. Ну вот основная мера разграничения были лимиты на соединение и C-группа. Собственно, процессы каждой БД мы загоняли в отдельную C-группу и средствами C-групп прижимали. И, по сути, у пользователя, кроме работающей базы, были вот там какие-то графики, которые показывают, что там с базой происходит, и ничего там. Ни логов посмотреть, ни что-то настроить, ни там. Ну и половины задач из того, что мы там вот на каком-то из предыдущих слайдов увидели, этот сервис не решал. Но, тем не менее, потребности многих людей закрывал. Основная проблема, конечно же, такой схемы – это отсутствие нормальной изоляции. Например, если у вас там вот есть кластер, в нем там, не знаю, 20 баз по 100 гигабайт, и какая-нибудь одна на гигабайт, и вот в этой гигабайтной что-то важное дропнули, то из бэкапа вам все равно нужно будет восстановить все 2 терабайта, потому что бэкапы делаются на физическом уровне в пазгрессе. Нет нормального способа ограничить пазгресс, ну, конкретную базу в пазгрессе по месту. Ну, в самом пазгрессе инструментов нет. Если ты делаешь это средствами файловой системы, например, какие-нибудь квоты используешь, то, когда пазгресс в них упрется, он тебе сложит весь инстанс, а не сломается только для конкретной базы. Есть, конечно же, общие на весь кластер подсистемы, запись в вал, или, например, мы наступили на интересную особенность с подтранзакциями, когда кто-то один, когда один потребитель их начинает использовать, все остальные при создании MVCC снапшота ходят в структуры про субтранзакции и проверяют там, видны или не видны строки для того, чтобы показать снапшот. И, ну, один кто-то использует, а страдают все. Кроме того, мы наступали на ситуации, когда C-группа прижимает процесс в каком-то очень горячем куске кода. Например, какой-нибудь процесс берет какой-нибудь Procre.log, и в этот момент времени Linux решает, что ему хватит процессора и прижимает его. Ну, в смысле, лишает процессорного времени. В этот момент времени все остальные, у кого есть процессорное время, ничего не могут сделать, потому что им нужна эта блокировка. Ну, в общем, много всяких проблем, связанных с изоляцией. Что было хорошего? Это то, что упростило жизнь другим людям. Оно было очень дешевой штукой, потому что у тебя overhead на каждого нового клиента около нулевой. Всякие общие вещи типа там бэкапов, фейловера, чекпоинтеров и подобного рода процессов, они общие на весь кластер. Самое главное, что оно дало для нас, как вот для тех, кто делал сервис, это то, что мы собрали огромное количество фидбэка от разработчиков из самых разных сервисов, самой разной подготовленности в работе с базами данных. Дело в том, что в почте там, не знаю, примерно 50% бизнес-логики, наверное, связано с работой с метаданами, и поэтому там практически все разработчики имеют хорошее представление о том, как база данных устроена, что можно делать, что нельзя. А здесь мы встретились с людьми, которые, например, не знаю, пишут какой-нибудь фронтенд и вообще ничего не знают про то, как базы данных работают, и разница между сексканом и индекссканом, они просто не понимают. И вот мы собрали фидбэк, хотелки от самых разных людей, нам это помогло в том, как мы строили дальше сервис. Но в целом это сама по себе схема maintenance hell, она никак не масштабируется, и мы в целом всем на входе сразу говорили, что это временное решение, как только мы напишем нормальный подгресс и сервис, это будет ваша головная боль переехать из вот этого костыльного решения в нормальное. Но случается разное, случается, что запускается какой-нибудь маленький сервис, а потом он становится каким-то большим сервисом, и просто так ему сказать, переезжай вот отсюда, вот сюда с даунтаймом уже нельзя, и его нужно перевозить. И это еще один минус того, что мы с одной стороны пошли навстречу, многим жизнь облегчилась, с другой стороны, мы сами себе нажили проблем с тем, что перевозили потом людей из коммуналок в PGA, с тем, что создавали новый кластер в PGA, сцепляли его репликами к коммуналкам, дожидались, пока он догонялся, потом отрывали его, и, в общем, с минимизацией даунтайма перевозили всех пользователей. Это отняло у нас какое-то количество ресурсов. Дальше, собственно, перевозили мы их уже в тот пасгресс из сервис, который запланировали сделать. Выглядел он вот так. Это картинка с внутренней вики по состоянию там на какой-то, не знаю, на конец 16-го года, наверное. Тут, скорее всего, ничего не видно. Самая важная часть вот. Для пользователя есть две точки входа. Первая – это RedStore IP, через которую можно вашими базами данных, кластерами управлять, ну, создать, удалить, что-то изменить. Это одна точка входа, ну, control plane. А вторая точка входа – это уже непосредственно липпакушным протоколом прийти в базу и непосредственно с ней работать. Только здесь есть между базой и пользователем прослойка в виде PGA с прокси. Сейчас я про нее дальше расскажу. Собственно, для того, чтобы это сделать, мы заиспользовали одно из наших внутренних облаков контейнерное. Собственно, там используются порты-контейнеры. Это open-source-ная штука, и, собственно, их мы используем для изоляции. Но это как докер, только мы его написали до того, как докер появился, поэтому у нас свой двухколесный велосипед. Для резервных копий мы используем open-source-ный тул VALG. Для отказа устойчивости написали свое решение с использованием ZooKeeper. Ну и вот PGA с агентом и PGA с прокси я сейчас расскажу. Значит, PGA с агентом – это такая штука, которая запущена в контейнере с базой. Она ходит в IP и говорит, а какая у меня должна быть ревизия. И если она отличается от того, что на самом деле есть на хосте, последняя примененная ревизия, то она идет, опять же, в IP, получая диф того, что нужно применить, не знаю, там, создать пользователя или поменять настройку, например, и применяет его. Причем делает это настолько безболезненно, насколько может. Ну, не знаю, там, например, она хорошо знала, что вот такие-то настройки пасгресса можно поменять с релодом, а вот для того, чтобы поменять такие-то настройки, нужно пасгресс рестартить. Это, соответственно, самописная штука была. PGA с прокси, она скрывает от пользователя некоторые детали реализации, в том плане, что наш классический кластер – это мастер и две реплики в разных дата-центрах для обеспечения отказа устойчивости на уровне дата-центра. Но большинство приложений ничего знать не хотят вообще про то, что там, где, как меняется. Они вот оперируют более простыми вещами. Мы для каждого кластера отдавали одну из… Ну, мы отдавали три строки подключения клиентам в зависимости от своей бизнес-логики, их по-разному использовал. Вот если, например, была база, которая называлась TestDB, был… Мы отдавали, соответственно, строку подключения, где был DB name. TestDB, он всегда смотрел в мастер. Если мастер умирал, он поворачивался на синхронную реплику. Была строка подключения TestDB и ROSync, которая всегда смотрела в синхронную реплику. Если синхронная реплика там по каким-то причинам умирала, она поворачивалась в мастер. Ну, и TestDB ROLocal смотрела в ближайший хост. Ну, соответственно, он мог быть и мастером, и синхронной репликой, и кем угодно. Но главное, что он живой. Если он вдруг умирал, поворачивались в синхронную реплику. Под капотом это очень простая штука. Stateless хосты за балансером. Каждый из них полит кластеры, ну, все хосты всех кластеров. И в зависимости от этого, собственно, строит конфигурацию пулеров соединений. Ну, вот для каждой из тех трех строк подключения, что были. Когда мы эту штуку дизайнили, мы сразу знали, что на один кластер ПГА с проксией нельзя будет поселить больше 10 тысяч кластеров. Ну, вот, по крайней мере, в том виде, в котором мы это реализовали. Ну, всегда можно было создать потом еще один кластер ПГА с проксией и так далее. Ну, то есть это мы особо как проблему не рассматривали, мы просто знали, что оно так. Основная проблема с тем, что он был один на всех потребителей в Яндексе, а везде, где есть единая точка входа, это некоторого рода проблемы. Во-первых, с точки зрения безопасности. Да, там у всех ТЛС, у всех свои логин-пароль пользователя и так далее и тому подобное, но с точки зрения, например, сетевого фаервола, дырки до этого балансера проросли примерно из всех сетей Яндекса очень быстро. Ну, единая точка входа, есть некоторые проблемы с изоляцией в том плане, что, ну, например, один клиент может наоткрывать очень много TCP-сессий, так что всем остальным не хватит. То есть там на уровне позгрешных сессий уже после того, как ты прошел аутентификацию, авторизацию, там лимиты, конечно же, есть, но на уровне TCP-сессий тут никакой хорошей защиты на самом деле нет. Ну, и накладывает ряд ограничений. Например, вот имя базы должно было быть глобально уникальным. А еще мы столкнулись с очень интересными проблемами проксирования длинных запросов. Например, у вас есть какой-нибудь небольшой кластер, там, не знаю, допустим, одно ядро всего. И вы туда заливаете PNG-дамп. Ну, дамп своей базы заливаете, имеете право. И вот получается такая ситуация, что у вас ресурсы на базе утилизированы в полку. PNG-с прокси ходят с хелс-чеками раз в какое-то время, видят, что до мастера не достукивается, потому что ему ресурсов не хватает, и поворачивают строку подключения в синхронную реплику. То есть соединения все рвутся. И по факту у вас получается, что в долго установленном соединении что-то гарантированно сделать нельзя. То есть тут ожидаемое поведение, что оно просто дольше будет работать, но рано или поздно случится. А вот PNG-с прокси это поведение ломает. Собственно, этот сервис мы построили, запустили. Какие-то там сотни кластеров у нас были. Но вот особенности его были такие, что оно умело только подгресс. Из коробки оно было настроено для типовой такой LTP-шной нагрузки, довольно ощутимой. Ну, например, мы никогда не отдавали пасгресс без пулера соединений на базе. То есть у нас всегда там стоял локальный пулер соединений. Сначала Pitch Bouncer, теперь Odyssey. Ну и кроме того, некоторые вещи были реализованы средствами с UBD, просто потому что платформа под нами этого не умела. Ну, там во внутреннем облаке Яндекса, которое, вообще говоря, для стейтлесс-приложений было сделано. Нету флотинг IP, потому что есть балансеры. Нету сетевых дисков, потому что большая часть сервисов, которые там живут, они стейтлесс, и им это не нужно. И, соответственно, фейловер, бэкап и многие другие вещи мы делали средствами с UBD. А потом случилось Яндекс.Облако, и Ян Лещинский, который сегодня здесь выступал, пришел и сказал, порт это хорошо, но нужно в виртуальных машинах. Не только пасгресс, а вон еще там много всего он сегодня на слайде показал, а еще нужно уметь вставать в сеть пользователя, и там 100-500 других требований. Ну, мы подумали, подумали и решили, что можем, собственно, некоторые вещи поменять так, чтобы этим требованиям удовлетворять. Какие вообще проблемы? Ну, первое, это то, что внутри используются порта-контейнеры, а снаружи QEMO, QEMO, виртуальные машины. Разная сетевая конфигурация. Как сегодня здесь уже упоминалось, в Яндексе внутри все IPv6 only, а большая часть пользователей облака привыкла к IPv4. Разные провайдеры аутентификации, разные требования безопасности, что немаловажно. Ну, то есть внутри все-таки они менее жесткие, чем для внешних пользователей. Разные DNS, разные рисовалки графиков, много всего разного. Но мы, так или иначе, приняли решение адаптировать кодовую базу для того, чтобы оно умело работать на двух платформах, а не делать их две разные. Собственно, для этого мы пошли немножко ненатуральным путем. Мы стали в контейнерах запускать полноценную операционную систему, чтобы окружение внутри этого самого контейнера не отличалось от окружения внутри виртуальной машины. То есть вот все те красивые слова, которые только что говорил Глеб, и которые у нас были, там, iMutable Infrastructure и так далее, мы все это выкинули и вернулись в темное прошлое с configuration drift'ами и так далее. Для того, чтобы это все минимизировать, у нас в хестах с базами используется SaltStack для менеджмента. Собственно, мы его использовали и на почтовых базах. Но для PGAAS в изначальной версии мы писали свой агент, я про него упоминал, потому что он более гибко многие вещи позволял сделать. Но когда мы осознали, что баз много, и для каждой из них писать свой агент довольно затратно, мы подумали и решили, что в этом месте лучше заиспользовать open-source tool, который мы знаем, который можем в случае чего кастомизировать под нас, и который хорошо работает. Ну понятно, что много всяких различий все равно осталось, ну их там частично убрали, не знаю, например, на графикорисовалку, перешли на такую же, как в облаке, перешли и внутри, ну и там еще какие-то нюансы. Но так или иначе различия остались, их там заив и спрятали. Следующий вопрос, который перед нами стал, это как нам поддержать сильно больше, чем одну субэдэ. Ну потому что мы решение делали свое, проектировали исключительно вот заточенными под один пасгресс. У нас был вариант делать как один из наших конкурентов, не будем показывать пальцем, который для каждой субэдэ форкал control plane и, соответственно, кастомизировал под эту новую субэдэ. Либо сделать один общий, который там для разных баз умеет вести себя по-разному. Второй путь сильно сложнее, но мы все-таки считаем его правильным и пошли по нему. Вот так сейчас выглядит, ну точнее неделю назад выглядела картинка с внутренней вики. Тут уже кое-что поменялось. Скорее всего вам все еще ничего не видно, это нормально. Все еще значащая часть выделена тут. По-прежнему для пользователя есть несколько точек входа, все они смотрят в нашу IP. И вот все то, что там под этим IP, это мы называем control plane. Это управляющая инфраструктура сервиса. Непосредственно запущенные виртуалки с базами в сети пользователей и так далее. Это то, что мы называем датаплэном. Дальше нам это пригодится. В случае пастгресса у нас была такая очень понятная модель данных. У нас был кластер, в нем были хосты. И в общем-то все. А в случае других субэдэ появляется много всяких нюансов. Ну и в конце концов мы пришли к вот такой вот модели данных, которая на первый взгляд может показаться избыточной, но она хорошо закрывает разные юзкейсы. У нас внутри кластера есть такие сущности, как сабкластер, наверное, самое непонятное. Я на следующем слайде поясню. Есть шарды, потому что, ну там, не знаю, MongoDB или Clickhouse умеют шарлинг из коробки. Внутри шардов есть хосты. И внутри хоста на самом деле может быть запущено больше, чем один сервис. Ну вот здесь хорошим примером является, наверное, MongoDB. Кто имеет какое-то представление о том, как работает MongoDB? О, внезапно. Даже больше, чем я думал. Ну окей. Вот здесь изображено два сабкластера. Один из них большой. Это непосредственно сабкластер, в котором хранятся данные. И внутри него целых три шарда. Ну в каждом из них там три хоста, например. И на каждом хосте запущен MongoDB сервер. Есть еще отдельный сабкластер для конфиг-серверов, которые обязательны для шардированной инсталляции MongoDB. Он тоже, допустим, состоит из трех хостов. И кроме того, на каждом хосте запущен не один сервис, а два. Кроме конфиг-серверов, например, запущена еще MongoS, которая является проксией для шардированного кластера. Вот все эти сущности хорошо ложатся в нашу модель данных. MongoDB, Clickhouse, Hadoop и там еще какие-то решения. Вот в эту схему данных в конце концов у нас легли. Ну, собственно, мы ее проектировали с оглядкой на множество разных СУБД, внимательно посмотрев на то, что есть в каждой из них. В случае пасгресса у нас внутри нашей метабазы, нашего сервиса, все было вот как свидетели третьей нормальной формы завещали. Столбцы, колонки, FK, в общем, все как положено. Здесь получилось так, что на всякую сущность, ну, например, пользователя, появляются разные наборы атрибутов. Ну, вот, например, в пасгрессе есть лимиты коннектов, в Clickhouse есть профили, в MongoDB есть гранты. И, ну, в общем, много всяких нюансов. И вот такие всякие вещи мы решили не там много табличек плодить под каждую СУБД, а денормализовали. Ну, собственно, какие вещи мы денормализовали? Ну, в основном специфичные для СУБД. Вот пользователи базы там, экстеншены, словари, еще какие-то вещи. Это позволило нам сильно быстрее взлететь. Следующая вещь. Когда мы сделали сервис внутри, у нас API было нетипизированным. Ну, вот, например, вот так выглядела Swagger спека API для изменения опций кластера. Ну, тут есть какая-то общая часть, инфраструктурная опция, она называется. Ну, сколько ресурсов и какой размер диска. Она общая для всех типов СУБД. А есть такая штука, как Database Options, специфичная для каждой базы, которая с точки зрения спеки какой-то словарь непонятной структуры. Вот, например, для Postgres, чтобы поменять Val Level, нужно было передать вот такую JSON-ку. А чтобы в MongoDB поменять размер кэша wire-тегера, нужно было передать вот такую JSON-ку. MongoDB любит JSON-ки, поэтому тут такая вложенность. Но основная проблема в том, что пользователю, глядя в спеку API, вообще говоря, не очень понятно, что именно нужно передать в Database Options, чтобы получить желаемое. У нас была вот прямо во внутреннем Вики подробная документация с кучей примеров, как сделать то или иное. И все равно люди регулярно приходили с вопросами, «А как мне поменять не вот эту вот настройку, а похожую?» И ты говоришь, ну вот же есть пример для похожей. Они говорят, нет, а мне нужно вот как именно мою настройку. И ты дописывал этой Вики. Ну, в общем, оно не очень очевидно. В итоге мы пришли к типизированному API. Кроме того, в облаке мы решили, что REST API – это темное прошлое, GRPC – наше светлое будущее, и давайте все делать в GRPC. Поэтому здесь, к примеру, уже с точки зрения GRPC-спеки суть такая, вот красненьким выделено, что это уже запрос не просто в абстрактный сервис MDB, а в сервис ProManagedPathgres, и он принимает на вход месседж типа «UpdateClusterRequest». Если мы посмотрим на этот месседж, то у него там какое-то количество полей, и одно из них вот «ConfigSpec», прям тоже месседж конкретного типа. Если мы посмотрим в этот месседж, у него там тоже сколько-то полей, и вот одно из них – это one-off конфига подгресса для 9.6 или для 10. Ну, теперь уже и для 11 есть, но слайды чуток отставшие. И вот если мы посмотрим в месседж подгресса или конфиг 10, то увидим, что вот, например, MaxConnections – это просто интовое поле, вал-левел – это прям ENUM, и этот ENUM прямо в этой же спеке перечислен, какие значения он принимает. То есть вот глядя в одну только спеку, можно понять, что именно нужно передать в API, чтобы получить желаемое. Оно удобнее для пользователя, ну, потому что можно и без документации разобраться. Ну, и кроме того, оно едино совсем API-облака. Ну, из минусов тот факт, что нам пришлось все переписать. Ну, а кроме того, у нас были, ну, такие довольно удобные абстракции для работы с общим кодом, вот с этим самым, там, infrastructure options и так далее. Мы решили не копипастить, а много рефакторили внутри, чтобы этот общий код оставить. Собственно, самая интересная часть, с какими проблемами мы столкнулись и как решали. Первая популярная проблема сервиса – это нехватка ресурсов. Я не знаю, видно ли что-нибудь на скриншоте. Это график потребления процессора на базе данных, у которой гарантия и лимит стоят в два ядра. Она использует два ядра, и CPU-weight у нее 90. CPU-weight – это такая в порте метрика, которая показывает, а сколько еще процессов на самом деле ожидают процессорного времени. Ну, своего рода low-taverage для контейнера. И, ну, с одной стороны, база данных в таких условиях работает плохо. Но, как показывает практика, есть пользователи, которых это устраивает. Они говорят, а мне пофиг, главное, что оно там когда-нибудь ответит. Есть пользователи, для которых это не проблема, но для нас это проблема, потому что у нас в том же контейнере запущена наша штука для автофейловера, там должны делаться бэкапы, там работает мониторинг. Ну, вернее, все это не работает в такой ситуации. Или вот еще одна картинка, извините за качество, она просто на продакшене была поймана. Это график потребления памяти, тоже мастером какой-то базы. Ну, и он выглядит примерно так, что потребление памяти растет до предела, приходит в лом. Потребление памяти растет до предела, приходит в лом и так далее. И, ну, почему так происходит? Потому что случается лом, автофейловер это видит, что мастер упал, переключается на синхронную реплику. Нагрузка переключается туда, туда снова приходят запросы, снова случается лом, автофейловер переключается. Ну, и так по кругу внутри кластера случается верное переключение мастера. Вот, тоже популярная проблема. Собственно, тот факт, что мы используем порта, дает нам некоторые преимущества. Во-первых, порта использует... В порта есть такая штука, как подконтейнеры. То есть для внутренней инсталляции мы делаем подконтейнер, для внешней инсталляции делаем контейнер первого уровня. А во-вторых, порта умеет гарантии некоторых ресурсов. То есть ты можешь сказать, что вот все наши обвязки, там, автофейловер, диплой, бакапы, мониторинг и так далее, загнать в отдельный подконтейнер и отрезать ему какую-то гарантию ресурсов. Ну, не знаю, например, 20% одного ядра или что-нибудь в таком духе. И если этим обвязкам эти ресурсы не нужны, их база сможет переиспользовать. А если эти ресурсы нужны, там, мониторингу или бакапам, база их заиспользовать не сможет. С ООМом ситуация более сложная. Ее, к сожалению, в общем случае обработать нельзя. Ее нужно для каждой СУБД обрабатывать в явном виде. Но на самом деле мы хотим в автофейловер вкрепить логику, что вот если тут мастер упал, но он упал из-за ООМа, то просто подними его, а не переключая веерно по кругу. А вторая проблема – это когда в кластере происходит много изменений подряд. Ну, например, не знаю, там запущен у вас кластер, там мастер, две реплики, и тут пользователь решил докинуть три хоста, удалить пять хостов, поменять такую настройку, сякую настройку. И в чем проблема? Проблема в том, что мы все операции над одним кластером выполняем строго-последовательно, друг за дружкой, они в очередь встают. Но целевое состояние у нас в метабазе, в control plane мы обновляем сразу. В итоге получается такая очень нехорошая ситуация, когда более ранняя операция может увидеть необходимые изменения от более поздней. Давайте на примере расскажу. Вот есть у нас кластеры с трех хостов. Ну, с точки зрения control plane, просто кластеры с трех хостов, с точки зрения data plane, это какие-то там виртуалки, хост один является мастером, и он стримит изменения на хост 2 и хост 3. И вот, допустим, пользователь решил хост 3 удалить. Вот он, с точки зрения control plane, все, этого хоста больше не существует. С точки зрения data plane мы начали процесс выполнения этой задачи. Все задачи у нас выполняются асинхронно, модно-молодежно. Вот. Собственно, с точки зрения data plane мы берем, удаляем третий хост, выкатываем изменения на второй хост, а для этого требуется выкатывать изменения на все остальные хосты в кластере, чтобы как минимум зарастить дырки с... Ну, условно говоря, на хосте 2 были разрешающие правила для соединения с хоста 3 для репликации, бы безопасность. Вот мы эти правила теперь должны оторвать, чтобы по-прежнему быть безопасными. Вот. И вот мы выкатили на второй хост, и дальше будем катить на первый хост. Но в этот момент времени пользователь решил, что что-то два хоста все-таки мало, давайте я создам все-таки третий хост в кластере. И добавляет четвертый хост. Ну, опять же, это с точки зрения control plane. А с точки зрения data plane этого хоста как бы нет. И вот когда мы будем деплоиться на первый хост, мы в том числе попробуем добавить разрешающие правила в firewall для соединения с четвертого хоста, которого не существует. И этот деплой очевидным образом упадет. Пока мы сделали примерно так, как сделали все остальные конкуренты, то есть вбили костылик, который запрещает потенциально опасные деструктивные операции ставить в очередь, если одна из них уже бежит. Вот. Системно мы видим решение этой проблемы в том, чтобы версионировать состояние кластера в нашем control plane в метабазе. И, собственно, этим мы сейчас занимаемся. Следующая проблема – это с порядком применения настроек. Настройки баз данных, и не только, бывают разные. Есть те, которые требуют рестарта, есть те, которые нет. Есть те, которые внезапно требуют разного порядка применения на разных хостах в разных условиях. Ну, и есть те, которые зависят от доступных ресурсов. Например, для кликхауса мы не хотим дать там max memory usage больше, чем вообще, в принципе, есть на хосте. Ну, потому что это приведет к лишним омам. Ну, вот давайте второй пример осмотрим, он наиболее интересный. Например, fastgres, те же самые 3 хеста, на всех из них есть max connections 512. И пользователь решил задрать их до 1024. Вот если мы возьмем и выкатим это изменение на мастер, то по протоколу репликации доедет на реплики тот факт, что оно изменилось, и обе реплики свалятся с вот такой ошибкой о том, что max connections на мастере и репликах отличаются. Это некоторая особенность реализации fastgres. Собственно говоря, мы получим один живой хост, а обе реплики умрут. Очень нездоровая ситуация. По-хорошему нужно делать наоборот. Сначала катить на реплики, потом катить на мастер. Это если мы задираем вверх. А если мы задираем вниз, то надо делать наоборот. Сначала катить на мастер, потом катить на реплики. Ну и есть вот какое-то количество таких, мы у себя сделали, сценариев диплоя. И когда API понимает, что оно меняет, оно ставит задачу этим самым асинхронным воркерам на выкатку этих изменений, она при постановке задачи указывает, какую политику диплоя необходимо использовать. Есть, допустим, параллельная на всех хосты сразу, потому что там с релодом применяется. Есть вот эти две, и там еще одна хитрая есть. Подводя итоги, собственно, сам по себе сервис внутри Яндекса запущен уже пару лет, как в продакшн. У нас сейчас порядка полутора тысяч кластеров. Причем это уже далеко не только пасгресс. Внутри у нас тоже запущены кликаусы, мангдб. Ну и снаружи эти три базы тоже запущены. Еще три в разработке. Вот анонсирован редис. И уже внезапно показали на слайдах, что мы делаем в MySQL и Hadoop. Самая большая штука, с моей точки зрения, достижение, по сути, это то, что у нас одна кодовая база внутри и снаружи. И вот, например, сегодня подходили, спрашивали про какую-то фичу для кликауса. Оно у нас во внутренней инсталляции уже включено, обкатываем, а во внешнюю, соответственно, в скором времени выкатим. У нас есть целых полторы тысячи лояльных тестеров, на которых мы можем отлаживаться. При этом, исходя из истории сервиса, у нас есть некоторое своего рода отличие от конкурентов, обусловленное тем, как мы к этому шли. Например, мы из коробки тюним базу данных в зависимости от доступных ей ресурсов. У нас нельзя встретить дефолтные настройки автовакуума или чекпоинтов или еще чего-нибудь. В любой из СУБД мы их строим в зависимости от того, какие ресурсы базы доступны. И, например, если вы их руками не переопределяете, то когда вы поднимете флейвор, у вас там и кэши всякие возрастут вдвое и так далее и тому подобное, лимиты коннектов. Ну, в общем, это все мы делаем за вас, потому что мы на примере наших внутренних пользователей осознали, что никто про это думать в общем случае не хочет. А тот, кто хочет, ну, конечно, есть возможность переопределить то, что мы делаем. Автофейловер и бэкапы у нас сделаны средствами СУБД. С одной стороны, это растет из истории того, как мы к этому шли. С другой стороны, многие вещи в таких сценариях можно сделать более гибко. Не знаю, например, на Хайлоде мы рассказывали про то, как мы в Валджи реализовали Валдельты, которые там средствами того же НБСа, например, реализовать не очень понятно как. Мы сразу отдаем графики, возможность посмотреть логи базы и как можно больше диагностики, чтобы как можно меньше вопросов нам люди задавали. Ну и кроме того, мне кажется, единственная платформа, у которой есть и сетевые, и локальные диски, ну вот под базами данных. Ну и есть такие вещи, которые, ну, это скорее там плюсы, да, условно говоря, а есть вещи, которые, ну, на первый взгляд, могут показаться очень странными. Например, мы не даем суперпользователям, мы не даем возможности создавать базы пользователей и экстеншены через привычные create role, create database, там, create extension. Это все можно сделать только через наши API, там, интерфейс, кли, в общем, через те инструменты, которые мы даем. С одной стороны, это некоторое неудобство, с другой стороны, не позволяет вам выстрелить себе в ногу. Ну и модель данных такая, которой ни у кого примерно нет, и это, ну, там, в общем случае, когда заходишь и видишь, там, какие-то сап-кластеры, шарды, там, потом хосты. Ну уж, елай-пал, я тут базу хотел создать, а мне тут думать меня заставляют. Вот, но оно обусловлено тем, что возможностей у нас во многих случаях сильно больше, чем у других. Ну, не знаю, там, например, мало кто предоставляет шардынг с УБД в своем сервисе. Ну, а вообще, самый главный вывод, путь этот был непростой, не повторяйте его в домашних условиях, используйте готовые решения для этого. Ну, это рекламная ссылка. У меня все, я готов ответить на ваши вопросы. Меня зовут Максим Лютин, Puzzle Professional. Вы упомянули про тюнинг параметров. Вы его проводите как постфактум? По мере эксплуатации с УБД или все-таки дом? Нет, нет, это все более простая штука. Мы выставляем некоторые настройки, которые мы считаем логичными ставить по умолчанию при запуске, ну, или при изменении кластера. Речь не идет про автоматическое подкручивание настроек в процессе жизни с УБД с учетом профиля ее нагрузки. Такие мысли есть, но это значительно более сложная штука, и сделаем когда-нибудь там сильно попозже. Кросс-дата-центровый фейловер у вас есть, да? Да. Хорошо, спасибо. Игорь Михайлович, Циан. Подскажите, пожалуйста, просто прозвучало, что сейчас создается инфраструктура или кластер в пространстве IP-адресов, собственно, клиентского приложения. Они реально в одной сети находятся или как-то изолированы? Да, да. А есть возможность, ну, или ты, может, в планах есть как-то изолировать инфраструктуру баз данных, чтобы она не пересекалась, условно говоря, с клиентским кодом? У вас на уровне сетевого API есть возможность создавать сети и внутри них подсети. Ну, и они там в разной степени изоляции реализовывают. Вам никто не мешает ваши бэкэнды поселить в одну сеть, а ваши базы данных поселить в другую сеть. А, то есть, как раз. Спасибо. Это средствами сети делается. Ну, и вообще есть возможность поставить галочку «Публичный доступ» и тогда открыть базу в интернет, ну, собственно, если оно вам вдруг необходимо. Не делайте так. Извини. Станислав, планируется ли у вас мастер-мастер-репликация в подгрессе и MySQL? Спасибо. Пока нет. Ну, в смысле, смотрите. Мастер-мастер-репликация работает, если ты используешь базу данных правильным образом. Ну, в смысле. А если ты хочешь это дело предоставлять как сервис, то здесь очень тонкая грань ответственности между тем, что ты предоставляешь и тем, как тебя использует пользователь. Ну, например, вот записал он одновременно два значения в разные хесты, в один ключ. Кто должен решать конфликты? Или кто виноват в том, что сломалась репликация? Ну, в общем, это такая очень тонкая грань, и лучше ее не переходить. Спасибо огромное.